коллеги добрый день как меня слышно как меня видно напишите плюсики в чат если все хорошо так мы начали немножко подождем скажем так пока люди подцениваться и так смотрите если есть какие-то неполадки технические то в основном помогает перезагрузку страниц поэтому если вдруг что-то не так там звука нет или что-то еще то при загрузить перезагрузить страницы все должно хорошо так ну я думаю можно начинать коллеги всем еще раз добрый день сегодня с вами вебинар будет вести я тарусу дмитрий менеджер компании акселот и со мной татьяна порубова она консультант по системе в мс компании акселот сегодня мы с вами поговорим о функциональных возможностях систем на акселот в мс x5 для склада интернет-магазина но вначале я немного расскажу о таймингах данного вебинара 5 минут у нас будет вводная часть после мы полчаса уделим о рассказы о функциональных возможностях нашей системы и в конце мы 15 минут уделим на ответы на вопросы не для никого не секрет что пандемия очень сильно развил интернет-торговлю и если раньше мы с вами заказывали какие-то товары которые не могли приобрести поблизости то сейчас мы уже заказываем все вплоть до еды и и соответственно все это делает нас с каждым разом все более требовательным и требовательным к сервису который предоставляет интернет-магазины и в частности нас уже сервис медленный и у которого срок доставки скажем так большой он нас уже не устраивает то есть нам уже важно не то чтобы товар на шоу идеально а уже важно пойму этого чтобы он дошел как можно скорее и в частности сейчас даже появились такие доставки которые доставляют товары день в день и в течение часа буквально все это соответственно дает большую нагрузку на логистику и тем самым выполнять требования клиентов становится все труднее и труднее и в частности требования marketplace marketplace вы сами прекрасно знаете что требования достаточно строгие и и к упаковке и вплоть до того что на один склад marketplace нужно товар поставлять в одной сборке на второй в другой и так далее вот и в частности это дает нам такой вывод что уже без автоматизированной системы складской логистики просто становится невозможным выполнять все эти данные требования помимо этого сейчас появился такой типовой процесс как возврат то есть когда мы с вами заказываем например одежду через интернет то можно сразу выбрать несколько размерных рядов и выбрать например там самый лучший и соответственно все что у нас не устроило на все отправиться на склад и все это должно быть обработано и принято системы обратно и тем самым мы с вами можем уже понять что за интернет торговли этого не просто будущее а это уже просто скажем так наша данность и нужно уже запрыгивать скажем так в уходящий поезд что я имею ввиду сейчас можно выделить несколько трендов развития интернет торговли вот и один из них это тренд на растущее количество заказов с меньшим средним чеком то есть средний чек товаров уменьшается количество доставок увеличивается и поэтому такой же опять же тренд появился у компании а что что они наращивают собственные логистические службы и автоматизирует этот данный процесс вот все эти требования новые к сервису все эти скажем так нововведения они требуют автоматизации и автоматизации с хорошим и качественной системой вот собственно и а такой системе сегодня вам расскажет татьяна татьяна тебе слово спасибо коллеги хорошо ли меня слышно прошу подписаться спасибо давайте продолжим я порвала татьяна консультант компании axelot по внедрению в мая систем и сегодня мы рассмотрим на примере нашей системы axelot vms x5 как она поможет организовать работу на вашем складе интернет-магазина и для начала хотелось бы сказать несколько слов о нашей компании и продукции axelot vms x5 это уже пятое поколение в мая систем на платформе 1с которая разработана нашей компанией она является компонентом единой логистической платформы axelot x куда помимо vms x5 также входят такие системы для управления складом как vms e5 реализованы на платформе netcom это система для высоко интенсивных складов с уклоном в роботизацию и axelot voss это система для автоматизации небольших складов которые не требуют автоматизации всех процессов таким образом программные продукты разработки axelot для автоматизации склада позволяют закрыть все возможные потребности в автоматизации складского хозяйства а помимо систем управления складом в состав единой платформы axelot x также входит система по автоматизации транспортной логистике tms x4 и мобильная платформа которая разработана для промышленных приложений для платформ android и windows при разработке наших продуктов мы опираемся на международный опыт и стандарты наша система vms x5 реализована в соответствии с правилами и методиками предъявляемым мировым сообществом системам класса vms и является одной из немногих систем на российском рынке ежегодно подходящую валидацию на соответствие мирового стандарта vdi 3601 а также в декабре 2021 года совсем недавно а вms x5 прошла сертификацию на соответствие российскому государственному стандарту а вms x5 имеет высокий уровень параметризации что дает возможность настроить самые сложные процессы без внесения изменений в основной код конфигурации а при этом решение имеет открытый исходный код и который доступен для модификации перед тем как перейти к рассмотрению функционала системы давайте ответим на вопрос чем работа склада интернет магазин отличается от любого другого склада специфика а с увеличением популярности интернет торговли растут требования покупателей интернет-площадка и конкуренция между магазинами безрастают поэтому очень важно удовлетворить любой запрос покупателя это обеспечивается широким ассортиментом продукции а также увеличение популярности интернет покупок приводит к увеличению количества интернет заказов при этом заказов уменьшается количество строк то есть необходимо затачивать работу склада под обработку штучного товара зачастую перед продажей с товаром необходимо выполнить предпродажную подготовку а например переупаковать фирменную упаковку собрать свой набор в период распродажи это тоже функционал склада еще одна специфика работы склад интернет магазина это большой возвратный поток товара склад должен уметь работать с ним оперативном режиме для успешной работы в онлайне необходимо оперировать с актуальными текущими остатками по товару то есть вмс должна предоставлять данные по текущему остатку внешним сервисом в оперативном режиме все это реализуется через интеграцию с различными внешними сервисами будь то онлайн метрина магазина контроль статуса для маркетплейсов курьерские и транспортные службы мы считаем что исходя из данной специфики достаточно уровень сервиса склад может выставить только используя современную систему по управлению складом которая учитывает данную специфику и сейчас мы более подробно рассмотрим вмс x5 позиции работы именно с этой спецификой и начнем с рассмотрения функционала вмс x5 технологии заточенных именно на штучную обработку товара при работе с исходящим потоком которую зачастую используют наши клиенты при обработке заказов помимо классической по заказным сборки при которой за один обход по складу один сотрудник собирает один заказ в рассматриваемом случае гораздо более удобным являются такие технологии при которых за один обход сотрудник собирает сразу несколько товаров сразу несколько заказов что позволяет сократить количество проходов сотрудника и ускорить процесс отбора например такие технологии как групповой отбор с последующей сортировкой при выполнении которого сотрудник выполняет отбор сразу по нескольким заказом на одну палету а после завершения отбора выполняет сортировку от выбранного товара по заказам в разный карабан выделенной зоне сортировки следующая технология отбора это кластерный отбор при котором также происходит одновременно сборка нескольких заказов одним сотрудником но в отличие от группового отбора сортировка товаров между заказами выполняется сразу процессе выполнения отбора следующий этап после завершения отбора это контроль и упаковка заказов выполнение дополнительного контроля позволяет свести к нулю ошибки которые могли допустить сотрудники процессе выполнения отбора исключить отгрузку клиентов некачественного товара контроль и упаковку можно выполнять как с терминала сбора данных так и со стационарных рабочих мест в процессе выполнения любой из перечисленных операций есть возможность настроить вывод сотруднику изображения товара или информационных подсказок на тсд как и ну так и в рабочем месте подсказки можно вывести информацию например из заказа как информацию как например комментарий клиента либо любую другую информацию при работе с различными категориями товаров возникает необходимость фиксации дополнительных операций например упаковка хрупкого товара дополнительную упаковку все эти функции заложены в типовое решение вмс x5 все есть описанный функционал настраивается и доступен в типовом решении вмс x5 а сейчас давайте чуть более подробно рассмотрим технологию технологический процесс выполнения пластерного отбора наиболее подходящий для штучной обработки товаров с малым количеством строк при выполнении пластерного отбора происходит одновременно сборка нескольких заказов одним сотрудником максимальное количество заказов получаемый сотрудникам настраивается и задается настройки процесса сортировка товара между заказами выполняется сразу при выполнении отбора каждый заказ сразу убирается в отдельный короб расположенный на общей полете или лоток мобильной тележки технологию кластерного отбора можно совмещать также с различными автоматизированными технологиями сборки заказов а например такие как под туай где каждый лоток соответствует определенному заказу и при сканировании товара система при помощи и световой идентификации подсказывает исполнителю куда и в каком количестве необходимо положить данный товар при работе с интернет заказами важным является обеспечение максимальной быстрой сборки заказа для это при планировании и передачи в отбор используют такие параметры как дата формирования заказа дата отгрузки приоритет заказа также можно выполнять приоритеризацию заказов зависимости от сроков доставки прописанного в договоре с маркетплейсом для информирования покупателя о плановом времени недоставки также можно использовать расчет планового времени завершения отбора расчет данного параметра производится на основе таких показателей как количество доступных ресурсов исполнителей количество активных заказов приоритет текущего и других заказов таким образом в мс x5 рассчитывает расчетное время завершения отбора по заказу и данная информация будет отправляться клиенту зачастую для того чтобы обеспечить отгрузку клиенту с товаром необходимо выполнить предпродажную подготовку например собрать подарочный или акционный набор в периоды распродаж или выполнить упаковку товара в фирменную упаковку все это реализуется через функционал сборки и разборки комплектов уже по задам и спецификация с перемещением комплектующих на собственное микропроизводство для этого из корпоративной системы приходит предание на сборку комплект osób определенные спецификации на видео которые включают в себя перечень комплектующих по данным комплектующим необходимо выполнить сбор и перемещение комплектующую с зону на сборке или на метропроизводство. Далее выполняется формирование комплекта и перемещение готового комплекта в зону хранения, отбора или зону упаковки для хрустки уже непосредственно под заказ клиенту. Именно так выглядит типовое решение для работы с комплектами и осуществления предпродажной подготовки товаров. Одной из заключительных характеристик работы интернет-магазина это большой поток возвратов от клиента. При этом возвраты могут быть разных типов. Разделим примерно на два. Первый – это возврат после отгрузки, когда клиент вернул заказ уже после его получения. То есть это из пункта вытащили его, может быть, непосредственно от клиента. Второй – это когда клиент отказался от заказа до момента его отгрузки со склада. То есть заказ еще не покидал склад. Для каждого из этих вариантов можно применить различные стратегии работы. С товаром, который вернулся от клиента, зачастую требуется производить более строгий контроль на входе. Контроль можно выполнять как непосредственно при выполнении приемки, при этом фиксировать количество товара, его качество. Если оно отличается от кондиционного, так и производить контроль дополнительной операции после завершения пересчета товара. А для товара, который не покидал склад, то есть нам не требуется произвести какой-то дополнительный контроль. Его можно сразу планировать к размещению и в оперативном режиме возвращать его на остаток склада. Большой поток штучного возврата можно обрабатывать способом, похожий на обработку миксованных палет, когда результатом приемки является палета с различным штучным товаром. Одной из особенностей типового решения Axelot WMS X5 является возможность совмещения процесса приемки и размещения. Это такой процесс, как приемка с раскладыванием. Этот процесс представляет собой приемку товара непосредственно в конечной ячейке зон хранения и отбора, что значительно сокращает время работы с приемкой товара. Такой процесс приемки позволяет значительно сократить время обработки возвратного потока от момента приемки до доступности для планирования под новой заказы. Для склада интернет-магазина гораздо более важным, чем для складов других типов, является вопрос интеграции с большим количеством внешних систем и сервисов. Это помимо традиционных систем класса ERP и TMS, также это различные мэффиксы, службы куркерских и транспортные службы. Для обмена с большим количеством систем и сервисов могут использоваться как шина данных, веб-сервисы и другие возможные механизмы интеграции. TMS X5, в принципе, успешно работает со всеми перечисленными способами обмена, и это подтверждается на примере реализованных нами проектов. В качестве одной из главных задач решаемой интеграции является такой важный момент, как передача текущего статуса. Заказа клиент хочет знать, что происходит с его заказом. Он получен складом, началось ли выполнение отбора, когда заказ покинут в склад. Эта задача решается настройками обмена через внешние сервисы, как с сайтом самой компании, так и с сервисами, напрямую с сервисами маркетплейсов. Давайте рассмотрим пример интеграции, реализации, которые реализованы у наших клиентов, то есть между WMS X5 с сервисами, напрямую с сервисами маркетплейсов. То есть реализация такими сервисами, как Сбермаркет, Озон, Яндекс.Маркет. Это на основе этого примера, то есть WMS X5 оперативно передает статусы по заказам напрямую в маркетплейс. Маркетплейс отображает статусы клиента. То есть клиент может напрямую через маркетплейс проследить путь своего заказа на складе. А по завершению отбора WMS X5 также отдает сразу в маркетплейс перечень грузовых мест и их товарный состав. Следующая задача, которая решается WMS X5, это маркировка в зависимости от требований клиентов, законодательства, маркетплейсов, транспортных компаний, курьерских служб. Для этого в системе есть различные возможности. То есть, во-первых, это настройка индивидуальных макетов в зависимости от вида номинклатуры или контрагента. То есть макет настраивается на прямой системе, и при печати система на основе заданного шаблона формирует уже этикетку или печатную форму. Второй способ – это получение и печать этикетки через внешние сервисы. Например, при работе с транспортными компаниями, курьерскими службами, а также при работе с маркетплейсами. Например, наши клиенты также применяют следующую функциональность, и она успешно работает уже. При завершении операции контроля или упаковки на сервис транспортной компании выполняется передача данных по грузовому месту и запросу этикетки. На стороне внешнего сервиса выполняется обработка запроса и формирование уже готовой печатной формы с данными для маркировки грузового места. После этого сформированная печатная форма отправляется назад в МС, и из МС уходит на принтер. Как бы сотрудник уже маркирует необходимое грузовое место. Такие примеры тоже есть, и они уже успешно реализованы. Печать и этикетки, формируемые в МС, и получаемость внешнего сервиса может выполняться как с рабочего места, так и с терминала сбора данных при выполнении различных операций. Как бы здесь тоже все настраивается в цифровом функционале. Ну и, в принципе, одна из основных функций систем, любой системы управления складом это предоставление данных по актуальным остаткам склада в режиме реального времени. И она с точки зрения интернет-магазина имеет очень важное значение. В случае, когда клиент выполнил заказ товара, а его не оказалось на остатках склада, оказывает негативное влияние на репутацию компании и является неприемлемым при работе интернет-магазина. Современная ВМА-система позволяет отражать актуальный остаток по товару. Она фиксирует все физические перемещения товара на входе, выходе и внутри склада. Ну и, конечно, ВМА-система должна делиться этими данными с другими системами, внешними системами и сервисами. Во-первых, это выгрузка результатов физических движений по товару, такие как результаты выполнения операций, то есть приемка, отбор, отгрузка и также смена статуса документов по поступлениям, по заказам. Во-вторых, это выгрузка отработанных отклонений, то есть это плановые интервизации, пересчеты по продлению, когда исполнитель при выполнении отбора или размещения не обнаружил нужный остаток ключей или, наоборот, нашел излишек. Формированные по этим операциям акты сверки тоже могут выгружаться сразу напрямую в различные внешние сервисы. То есть это сервисы учетных систем, онлайн-метрину магазина, либо напрямую на арте маркетплейсов. Также ряд наших клиентов используют выгрузку текущего среза остатков, который используется для сверки остатков между ВМА-системой и учетной системой класса ERP, и для формирования актуального остатка ассортимента интернет-магазина также может использоваться. И помимо предоставления отчетности по запасам в системе, также в типовом функционале включено выполнение фиксации и хранение статистики и предоставление аналитической отчетности по использованию площадей и ресурсов. Также выработка исполнителей и количество ошибок сотрудников. Все это, помимо анализа эффективности работы склада в целом и отдельных сотрудников в частности, дает возможность рассчитать стоимость выполнения того или иного заказа. А именно это важный случай, когда наценки минимальные, так как конкурировать за клиента приходится на площадках маркетплейсов. Ну и, конечно, как мы могли обойти тему честного знака. Честный знак при работе любого предприятия на данный момент играет важную роль с каждым годом растет список товаров, которые подлежат обязательной маркировке в честном знаке. На текущий момент, как бы для нашей, вот еще, да, рассмотрим специфику, то есть для интернет-магазина одежды и обуви – это маркировка, обязательная маркировка обуви, товаров легкой промышленности, шуб, духов. Для интернет-магазина продуктов – это молочная продукция, упакованная вода. Как бы этот список, он постоянно растет. Требование честного знака к маркировке продукции – это маркировка всей выпускаемой продукции на уровне как единичного товара, так и транспортной упаковки. В базовой функциональности Ксилот ВМС-5 заложены все необходимые функции для работы с честным знаком. То есть это такие функции, как считывание, разбор штрехкода в формате дата матриц, фиксация кизов на входе и выходе, работа по схемам прямого и обратного акцепта. Ну, как бы, в принципе, весь тот функционал, который требуется для склада при работе с честным знаком. Если сейчас для вашей отрасли маркировка пока не обязательно, мы видим тенденцию, как в обязательную маркировку подключается все большее количество товарных групп. А значит, и, может быть, в ближайшем будущем маркировка будет обязательно и у вас. В этом случае важно подготовить фундамент для работы с честным знаком, а это современная ВМС-система. И давайте подведем итоги. Благодаря всему вышеперечисленному при работе с ВМС Аксилот Х5 достигаются следующие эффекты. Это, во-первых, сокращение затрат на складское хранение и оптимизацию использования складских площадей. Актуализация информации, актуальная информация об остатках и исключение потери и образования ликвидных остатков. Общее сокращение количества ошибок сотрудников. Сокращение времени грузообработки, устранение штрафных санкций от маркетплейсов и клиентов. Уменьшение затрат на заработную кладу складских сотрудников и снижение зависимости от персонала склада. Ну и, конечно, это же соблюдение требований маркетплейсов, ну и регуляторов, таких как Честный знак и Меркурий. Коллеги, спасибо за внимание. На этом у меня все. Если у вас появились вопросы, прошу писать их в чат. Мы с Дмитрием на них постараемся ответить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.